Всем привет! Сегодня я подготовил для вас рейтинг из лучших смарт-часов от Amazfit в 2022 году. Топ-10 самых топовых в категории цена-качество. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Ссылки на все смарт-часы я оставил в описании и приятного просмотра. Амазfit BPU делает то, для чего он создан, и делает это намного лучше, чем его более дорогие конкуренты. Базовые функции, такие как отслеживание шагов, мониторинг частоты пульса и отслеживание расстояния, работают безупречно. Амазfit BPU без проблем работает с приложением ZEPP. Синхронизация данных об активности с приложением происходит практически мгновенно. Уведомления также своевременные. Еще одно впечатляющее достижение Amazfit – это довольно точное отслеживание кислорода в крови. BPU также оснащен новым движком Oxygen Beats, который работает на собственной модели биологических данных для повышения точности отслеживания кислорода в крови. Приложение ZEPP покажет вам максимальное, минимальное и среднее значения SPO2, которые вы можете отслеживать за день, неделю, месяц или год. Также доступна функция качества дыхания во сне. Она дает оценку качества вашего дыхания, отслеживая его во время сна, но не очень полезна с точки зрения более глубокого анализа. Часы оснащены прямоугольным плоским дисплеем с матрицей IPS, диагональю 1,43 дюйма и разрешением 320 на 32 точки, что дает 308 ppi. Это неплохой показатель, для носимого устройства вполне подходящий. Основные возможности часов идентичны прошлым моделям. Это отображение уведомлений, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отслеживание сна и пульса. Все уведомления прилетают оперативно и стабильно, кириллица отображается корректно, а вот со смайликами могут быть проблемы. Если сравнивать показания SPO2, BPU с пульсоксиметром, можно получить совпадающие результаты в 9 из 10 раз, что говорит о очень качественных датчиках. Что касается времени автономной работы, Amazfit обещает 9 дней автономной работы и BPU обеспечивает именно это. Вы можете зарядить BPU до 100% емкости за 2 часа. Если у вас разрядился аккумулятор в последнюю минуту перед тем, как отправиться на прогулку, вы можете поставить часы на зарядное устройство примерно на 20 минут, чтобы зарядить их на 15-20%. Этого должно хватить на пару тренировок. Суть в том, что Amazfit BPU по-прежнему остаются довольно впечатляющими часами для фитнеса, несмотря на проблемный ремешок. Часы имеют привлекательную цену и являются таким же выгодным вариантом, как и его преемник BPU Pro, о котором, кстати, сейчас пойдет речь. Amazfit BPU Pro имеет довольно простой дизайн. У него есть одна кнопка справа, которая реагирует только на нажатие, а и на возвращение. В комплекте с умными часами идет силиконовый ремешок, который удобен и выполняет свою работу. Он имеет застежку с пряжкой, которая помогает удерживать ремешок на запястье именно так, как вам хочется, независимо от того, сколько вы тренируетесь, что очень удобно. Общее качество сборки, несомненно, кажется крутым, но опять же BPU Pro был разработан только как бюджетные умные часы. Просто удерживая часы, они кажутся немного хлипкими, но на самом деле они достаточно прочные. Благодаря небольшому весу Amazfit BPU Pro довольно удобное носимое устройство для круглосуточного использования. Силиконовый ремешок, который идет в комплекте с часами, достаточно удобен для обычного использования, хотя и имеет универсальную сменную защелку. Это означает, что при желании вы можете заменить его ремешком от стороннего производителя, чтобы украсить устройство, и это будет изящным дополнением к дизайну умных часов. Фитнес-трекер показывает самое необходимое. Именно здесь Amazfit BPU Pro по-настоящему впечатлил. Что касается режимов отслеживания физической формы, устройство поддерживает специальную йогу. Популярные виды спорта, такие как крикет и бадминтон, езда на велосипеде, различные виды пробежек и специальные режимы упражнений. Такие как пилотес, беговая дорожка, силовые тренировки, основные тренировки, смешанную аэробику и лестницу. Это еще не все. Вы также получаете не специфические режимы отслеживания тренировок в разделах бесплатное упражнение и гибкость. А также очень конкретные режимы отслеживания активности в рамках охоты, рыбалки, катания на роликах, прыжков со скакалкой и так далее. Всего вы можете отслеживать в общей сложности 11 видов спорта с мячом, 7 вариантов танцев, 10 различных видов бокса и боевых искусств и многое другое. Каждым из них Amazfit BPU Pro предлагает просмотры в реальном времени общего времени, затраченного на активность, сожженных калорий и живого счетчика сердечного ритма. Вы также получаете график изменения частоты пульса во время вашей активности, который помогает отслеживать любые нарушения. Чтобы настроить Amazfit GTS 2 Mini, вам необходимо загрузить приложение ZEP из Play Store или Apple App Store. Приложение требует, чтобы вы зарегистрировались или вошли в систему с существующей учетной записью. Умные часы управляются с помощью сенсорного экрана и кнопками сбоку, которые при двойном нажатии открывают ранее назначенные приложения. Остальные настройки в основном касаются анализа сна и стресса. Настройки будильника, интервала, изменения частоты пульса, а также выбора и расположения приложений и виджетал. К ним относятся будильники, напоминания о задачах и трекеры Pomodoro. Кроме того, устройство показывает прогноз погоды на несколько дней и управляет как музыкальным плеером, так и камерой смартфона. Уходящие вызовы отображаются на Amazfit GTS 2 Mini вместе с идентификатором вызывающего абонента. Вы можете отключить их или отклонить. Фитнес-трекеры регистрируют время, в которое пользователь засыпает и просыпается, а также регистрируют дневной сон продолжительностью 20 минут и более. На диаграмме, отображаемой в приложении ZEP, Куами объединяет фазы сна с зарегистрированной частотой пульса. На Amazfit GTS 2 Mini установлено более 70 видов спорта. Amazfit GTS 2 Mini отслеживает маршруты с профилем высоты и приложение ZEP при желании экспортирует их. Куами указывает максимальное время работы от аккумулятора 220 мАч на протяжении 14 дней. Батарея проработает 4 дня в реальном тесте с постоянно включенным дисплеем, включенным анализом сна и стресса, а также мониторингом сердечного ритма в течение всего дня с 5-минутными интервалами. Программное обеспечение распознает, когда умные часы снимаются и деактивируют некоторые функции, такие как постоянно включенный дисплей. Для зарядки полностью разряженного аккумулятора вам потребуется чуть более полутора часов. Умные часы T-Rex доступны в нескольких цветах, включая черный, зеленый и хаки. Есть 4 физических кнопки, в том числе кнопки вверх и вниз и слева, а также кнопки включения выбора и возврата справа. Значительная рамка окружает 1,3-дюймовый сенсорный экран AMOLED с разрешением 360 на 360 пикселей, прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и покрытием против отпечатка пальцев. Экран яркий, в помещении легко читать, но на улице разглядеть сложнее. Что касается времени автономной работы, Amazfit заявляет, что T-Rex может работать до 20 дней при регулярном использовании. Это сокращается до 40 часов с включенным GPS. T-Rex имеет рейтинг 5 ATM, что означает, что он водонепроницаем на глубине до 50 метров. Amazfit говорит, что его безопасно носить во время душа, плавания в бассейне или в открытой воде. Но вы не должны носить его при подводном плавании с аквалангом или в сауне, хотя он может выдерживать температуру до 158 градусов по Фаренгейту. Чтобы настроить T-Rex, то вам сначала нужно загрузить приложение Amazfit и создать учетную запись. После создания учетной записи вы вводите свой пол, дату рождения, рост, вес, цель, активность и целевые калории и целевой сон. Вы можете провести пальцем вверх или вниз по главному циферблату, чтобы получить доступ к виджетам фитнеса и частоты пульса, а также к меню быстрых настроек. К меню настроек вы можете получить доступ к инструментам фонарика, который освещает экран, регулирует яркость экрана, включает режим не беспокоить или блокирует экран. Вы также можете включить режим экономии заряда, который отключает все отслеживание. T-Rex имеет 14 спортивных режимов, лазание, эпилептический тренажер, фитнес, поход, цикл в помещении, открытая вода, цикл на открытом воздухе, плавание в бассейне, бег, лыжи, бег по тропе, беговая дорожка, триатлон и ходьба. Вы должны знать, что как и GTR 2 доступны две модели. Amazfit GTR 2e с круглым корпусом E, а GTS 2e с квадратным корпусом, аналогичный Apple Watch. Помимо различий в дизайне, эти часы идентичны. Дизайн определенно дает вам понять, что GTR 2e это часы, поскольку они не имеют особой визуальной привлекательности, кроме круглой формы, наличия двух кнопок и крепления на ремешке. GTR 2e выпускается в нескольких цветах, в том числе в более ярком зеленом, но в черном это простые, незаметные и скромные умные часы на вашем запястье. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с изогнутым стеклом на 1,65 дюймовым экраном AMOLED с разрешением 454х454 пикселей и плотностью 341 пиксель на дюйм. Amosfit GTR 2e использует собственную операционную систему компании, которая синхронизируется с приложением ZEP на вашем телефоне. Процесс настройки выполняется быстро и легко. Без автоматического отслеживания сердечного ритма, которые требуются для таких функций, как считывание данных пай, батарея разрешается примерно на 10% в день. Как и оригинальный GTS, GTS 2 имеет квадратную форму, во многом как Apple Watch. Вы получаете 42-мм корпус часов с матовым титановым сплавом вокруг дисплея и пластиком на задней панели, где расположены датчики и точки зарядки. Он сочетается со съемным 20-мм силиконовым ремешком. Есть выбор черного, серого или золотого внешнего вида, что означает, что у вас меньше вариантов цвета на выбор, чем у первого GTS. Но у вас еще есть возможность поменять вещи в отделе ремешков. Если вы предпочитаете общий и более формальный вид часов, что действительно улучшило внешний вид GTS 2, так это его дисплей, который сделан из изогнутого 3D стекла, что создает более унифицированный вид с корпусом часов. В целом, это просто делает их более удобными для ношения. Этот экран имеет те же 1,65 дюйма и такое же разрешение, что и GTS 2. И опять же, это действительно качественный дисплей. Он приятный и отзывчивый на смахивание и касание, не притягивает отпечатки пальцев и предлагает отличную резкость и цвета. Углы обзора тоже хорошие, плюс есть опция постоянно включенного режима отображения, если вы хотите, чтобы экран был постоянно включен. Смарт-часы умеют отслеживать ваше здоровье, физическую форму и физические упражнения. Добавили также новый улучшенный датчик сердечного ритма BioTracker 2 PPG и увеличили количество видов спорта с поддержкой распознавания упражнений. Что касается отслеживания производительности в помещении и на улице, точность определенно лучше подходит для тех, кто имеет более повседневный подход к фитнесу. Точность для таких вещей, как GPS и частота пульса, кажется, лучше подходит для тренировок в стабильном темпе. Уами вкинула в GTS 2 большую батарею на 246 мАч, которая способна дать вам около недели использования в типичных сценариях и до 20 дней, если вы отключите такие функции, как Bluetooth, мониторинг сердечного ритма. Стратос 3 оснащён один 34-дюймовым круглым цветным дисплеем, окружённым циферблатом из керамики и нержавеющей стали. Дно сделано из пластика, он весит около 40 грамм и снабжён силиконовым ремешком шириной 22 мм с пряжкой Tank. Стратос 3 не даёт вам возможности загружать сторонние приложения или совершать и принимать звонки, текстовые сообщения, поэтому в этом смысле это не ваши традиционные умные часы. Но он может предоставить уведомления о звонках, текстах, приложениях для социальных сетей и многом другом. Вы получаете всё от пульсиметра до встроенного GPS, встроенного Wi-Fi, водонепроницаемости 5 ATM, а также 2 гигабайта встроенной памяти для музыки. В часах установлен аккумулятор ёмкостью 300 мАч. В MOSFET рекламируется до 14 дней автономной работы в режиме сверхвысокой продолжительности. Список действий, которые может отслеживать MOSFET Stratos 3 очень длинный. Он может предоставить вам статистику тренировок по 80 различным видам спорта, включая самые распространённые, такие как бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, беговая дорожка, йога и фристайл. Вы можете выбрать вид спорта, который хотите отслеживать и начать тренировку с помощью часов. На самом деле вы не найдёте всех 80 спортивных режимов в списке занятий в часах, однако часы позволят вам добавить в список другие спортивные режимы, если вы захотите их использовать. А MOSFET Stratos 3 выглядит как довольно надёжные умные часы, когда вы их впервые видите. Хромированное кольцо, окружающее циферблат, не вращается и не выполняет каких-либо действий, но добавляет эстетической привлекательности часам. Stratos 3 предназначен для любителей спорта. У большинства фитнес-часового MOSFET есть одна особенность – это время автономной работы. Они всегда обеспечивают заявленное время автономной работы, и Stratos 3 не исключение. Он обещает проработать 7 дней при полной зарядке, и даёт он реально ровно 7 дней, включённым мониторингом сердечного ритма и уведомлениями, 30 минутами ходьбы с GPS каждый день и приличным уровнем яркости дисплея. T-Rex Pro в основном поддерживается той же формулой дизайна, что и T-Rex. Есть 47-миллиметровый корпус с поликарбонатом аналогичного размера и 22-миллиметровый ремешок из силиконовой резины. Все они весят 60 грамм. Также есть массивная рамка с открытыми механическими обработанными винтами, чтобы подчеркнуть его прочные характеристики, и он прошёл больше испытаний военного уровня, чем оригинальный T-Rex, чтобы сделать его более подходящим для использования на открытом воздухе. Pro прошёл 15 тестов военного уровня по сравнению с 12 у оригинала, и создан для работы в условиях экстремальной влажности и отрицательных температур. Наряду с этими улучшенными показателями прочности военного класса, он также повысил рейтинг водонепроницаемости, обеспечивая защиту на глубине до 100 метров. В основе этого лёгкого, прочного и массивного корпуса лежит 1,3-дюймовый сенсорный AMOLED дисплей, который можно настроить на постоянное включение. Закалённое стекло и покрытие, предотвращающее появление отпечатков пальцев, были использованы, чтобы сделать его более прочным и без пятен. Экран яркий, красочный, с хорошими углами обзора. При ярком наружном освещении эта яркость не такая яркая, как в более благоприятных условиях, но в целом это дисплей хорошего качества, который можно найти в часах по этой цене. Есть сотня спортивных режимов вместо 14, включённых в стандартный T-Rex. Он по-прежнему отхватывает бег, езду на велосипеде и плавание, но также добавлены профили для таких занятий, как серфинг, танцы и занятия в помещении, такие как и пилатес. В комплект поставки входит новейший оптический датчик ZEP Health BioTracker 2, обеспечивающий работу множества функций измерения пульса. Помимо непрерывного мониторинга и измерения уровня усилий во время упражнений, он также используется для оценки PAI, которая направлена на то, чтобы отвлечь внимание от подсчёта шагов на регулярные повышения частоты сердечных сокращений с помощью упражнений. T-Rex Pro оснащён аккумулятором в ёмкости 390 мАч, что соответствует тому, что упаковано в T-Rex. Это должно дать вам 18 дней при обычном использовании и 9 дней при интенсивном использовании при впечатляющих 40 часах автономной работы с GPS. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава, а края и стороны имеют изогнутые края. Он тёплый и гладкий на ощупь. Экран оснащён 1,75-дюймовым экраном AMOLED Super Retina с разрешением 390 на 450 пикселей с плотностью пикселей 341 ppi. Увеличение видимой области на 14% по сравнению с предыдущим поколением. Эффект отображения более точный и тонкий. Часть интерфейса также поддерживает частоту обновления до 60 кадров. Скольжение более плавное. Толщина корпуса часов AMOLED GTS 3 достигла 8,8 мм, а вес 24,4 грамма, что тоньше и легче, чем у предыдущего поколения. Что касается функций упражнения, AMOLED GTS 3 оснащён 150 режимами упражнений и оснащён совершенно новым самостоятельным разработанным профессиональным алгоритмом упражнения, который может определять максимальное потребление кислорода, время восстановления, нагрузку и анализ данных эффекта упражнений. Часы будут вибрировать во время ходьбы, бега, езды на велосипеде и так далее. После тренировки AMOLED GTS 3 снова завибрирует и напрямую предоставит такие данные, как время тренировки и эффект тренировки. Часы поддерживают инновационный мониторинг кислорода в крови, 24-часовую частоту сердечных сокращений, давление, сон и другие средства мониторинга с точки зрения здоровья. Функция измерения одной кнопкой занимает всего одну минуту, и вы можете мгновенно проверить своё беспокойство, уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений, здоровье и другие данные. GTR 3 Pro оснащён 46-мм корпусом хорошего размера и толщиной 10,6 мм, который изготовлен из алюминиевого сплава, доступного в серебристом или чёрном цвете. С правой стороны вы найдёте коронку, которую вы можете нажимать и крутить для прокрутки, рядом с одной физической кнопкой, предлагающей ярлык для избранной функции. В остальном же это обычный обтекаемый вид. Вы также можете видеть, что 22-мм ремешок, прикреплённый к корпусу, снимается с помощью очень простого штифтового механизма. Этот ремешок бывает либо из кожи, либо из более удобного для тренировок втор-эластомера. На передней панели экрана 1,45-дюймовый AMOLED дисплей. Он красочный и способен отображать глубокий чёрный цвет. Кроме того, есть возможность настроить его работу 24 на 7. Что касается долговечности, на этом экране есть закалённое стекло, чтобы сделать его более устойчивым к царапинам. GTR 3 Pro работает на ZEP.OS, новой операционной системе, созданной ZEP, которая предлагает различные модификации пользовательского интерфейса и введение магазина приложений. Как и в предыдущих часах, здесь не раскрывается мощность процессора, хотя в целом с производительностью всё в порядке. Перелистывание экрана происходит плавно, как и запуск различных режимов и приложений. Если вы включите весь спектр имеющихся в вашем распоряжении функций, таких как постоянный пульс и мониторинг кислорода в крови, то вы сэкономите 6 дней автономной работы. Добавьте в уравнение постоянно включённый дисплей, и это сократится до нескольких дней. Ну а ссылки на все смарт-часы из этого рейтинга я, конечно же, оставлю в описании. Вы же обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а на этом у меня всё. Пока.